продолжаю публиковать серию наших разговоров с моим другом и на этот раз должен признаться он поймал меня конечно и вывел на чистую воду по поводу возможности заработка на бирже он меня прижал к стенке и в общем сказать мы с ним выяснили что биржа все-таки для заработка быстрого заработка тоже не годится как ни странно это слышать от меня я не советую вам идти на биржу для того чтобы быстро заработать напротив биржа существует как раз для того чтобы инвестировать инвестировать надолго и консервативно в различные акции ну а подробности да и для построения стратегии накопления для ее реализации ну а подробности сейчас вы увидите юрий привет привет я тут обдумал наш прошлый разговор и хотел у тебя спросить это правда ли реально зарабатывать на бирже 30 процентов в месяц вот очень хочу зарабатывать на бирже честно говоря мне страшно особенно когда я слышу 30 процентов в месяц это реально но мне нужно тогда получается научиться отбирать компании на долгий срок или наоборот как там на быстро то есть вот как это все лучше сделать и вообще у меня в голове это не укладывается как это можно 30 процентов в месяц 30 процентов в месяц просто на инвестирование ты не сделаешь никогда вот так 30 процентов в месяц можно сделать только трейдингом это что значит это ты сидишь как проклятый за компьютером целыми днями и совершаешь сделки купил продал купил продал купил продал и если у тебя по тебе повезет если ты по тебе повезет и очень сильно рискуешь если тебе повезет то ты можешь заработать и 30 процентов если ты опционами будешь заниматься можно работать и 200 процентов за месяц но я тебе скажу честно как на духу удается это немногим я тебе скажу больше за год чтобы люди сделали вот тысячу процентов таких людей можно пересчитать по пальцам их очень очень немного это просто но считается огромным успехом эти честно скажу поэтому конечно ну конечно это был немножечко перебор то есть трейдинг это не совсем то на самом деле биржа биржа не для того чтобы зарабатывать к сожалению мне кажется трейдинг это для тех у кого остальные как говорится яйца да да ну во первых и стальные яйца и даже не в этом дело дело в том что трейдеры долго не живут нервы и так далее это 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 реально то есть есть люди которые ну вот я просто натурально видел как бы человека вот наш российский парень значит такой да значит он занимался трейдингом он значит там все такое вот вел и и он заработал там большие деньги он сидит там на море и говорит слушай блин все я не знаю зачем жить то есть у него просто то есть понимаешь вот все высосало вообще все поэтому цель в жизни потерял да да какой да вообще все он потерял сначала семью потом значит вообще все так сказать потому что ну как бы он там то есть короче говоря на самом деле эти честно скажу биржа нужна именно для инвестиций а вот для инвестиций как раз она нужна потому что акции как раз приносят доходность там ну за прошлый год вот среднем индекс мосбиржи вырос на 40 процентов понимаешь это пандемия и так далее 40 процентов то есть никогда ты столько не заработаешь а зарабатывать надо в других местах давайте покажу на самом деле сейчас постой постой так это что получается я на свой домик 2 миллиона не смогу заработать то есть я хочу я конечно хочу пассивный доход и быть инвестором без риска давай об этом обсудим следующий раз сейчас мы значит все таки давай про все таки как применить вот нашу формулу сложных процентов к бирже и что она показывает на самом деле давай давай и это мы делаем все таки на 100 тысячах рублей да то есть мы поймем как лучше там хранить деньги получается да или что-то другое скажу так домик это хорошо на домик мы я думаю что мы заработаем на домик честно но сейчас сейчас я хочу тебе рассказать немножечко о другой цели немножечко другой цели смотри вот ты сейчас работаешь там сказать там зарабатываешь ты молодой еще а что у тебя будет вот в дальнейшем ты понимаешь что когда-нибудь мы все как бы состаримся и пенсия у нас будет ну то есть работаешь не работаешь все равно там у тебя там 10-15 тысяч не больше правильно ну я конечно задумываюсь об этом у меня и родители старенькие уже и хочется тоже вот им какой-то пенсионный фонд сделать то есть для мамы по крайней мере дело в том что вот этим как раз надо заниматься долго этим надо заниматься упорно и сейчас я хотел тебе рассказать как вот это сделать то есть как например сделать так чтобы зарабатывать ну хотя бы значит твой доход был бы 100 тысяч рублей в месяц это хороший доход мне нравится то есть вот у тебя все есть там значит мы создали заработали на этот домик об этом попозже еще раз вот там тоже формула сложных процентов но сейчас на самом деле давайте будем реалистами и давай будем ставить все-таки цель о том как нам создать пассивный доход это как доход который ну вот проценты идут и идут да 100 тысяч рублей от бизнеса с мороженым нет мы отказались от бизнеса с мороженым безусловно от бизнеса с мороженым мы отказались от ну то есть это бизнес который на земле он ну мы же в прошлый раз это дело обсудили супер супер я услышал не идет понимаешь не идет бизнес который там магазин открыл и все он неизбежно идет упирается в предел мы это выяснили в прошлый раз ты же помнишь да а нам нужно найти такие вложения которые могут расти неограниченно понимаешь неограниченный рост или или потолок там настолько высокий что там ну сотни миллионов понимаешь то есть как бы ну для нас он неограниченный правильно правильно это только мне кажется не материальные активы могут так расти вот об этом в следующий раз давай поговорим а сейчас давай все таки про табличку а давай и на самом деле табличка это тоже не материальный актив ведь сейчас ты это увидишь а что за табличка то такая ты знаешь я когда вот рассказываю на своем канале я говорю слушайте люди блин накапливайте деньги на будущее вот это вот моя основная установка потому что я когда ну однажды у меня так сказать случились проблемы со здоровьем у меня там ну почти инсульт я на смертном андре буквально лежал и как бы я думаю блин вот я сейчас помру и все так сказать как бы и и все мои значит и там дети и жена в нищете и что я оставляю как бы а если я еще и не умру а меня парализует это еще хуже потому что жить не на что я тут всем мешаю понимаешь вот и я тут задумался что же я делал не так это страшно это страшно оказаться в такой ситуации это страшно и смотри то есть я зарабатываю деньги пока я работаю да вот пока я как бы состояние работать мы работаем а что будет когда мы не сможем а этот день не минуемо настанет потому что ну если ты видишь меня то ты же видишь меня вижу сейчас техника блага у нас интернет очень видишь что у меня возраст все таки вот в общем то сказать это самый нормальный я работал очень много очень интенсивно там по сказать ну там по 10 по 12 часов в день там без выходных сказать постоянно я пытался заработать деньги и я всегда был убежден что чтобы зарабатывать надо работать много работать и я работал много ну вот возраст как бы то есть как бы я как бы не молодею понимаешь а для того чтобы зарабатывать столько же надо работать все больше больше и больше понимаешь я я понимаю что это начнется ну предел когда ты и он наступил на самом деле вот у меня сказать по башке бахнула значит все там почти инсульт я там три месяца провалялся голова кружилась и так далее не мог ходить на четвереньках ползал вот это тяжело на самом деле вот и то есть я понимаю что будет предел и надо наоборот искать такие вещи когда для того чтобы зарабатывать все больше ты работаешь все меньше вот так то есть наоборот все перевернуть не для того чтобы значит работать так же мне приходится чтобы зарабатывать столько же я работал все больше и больше а тут наоборот я работаю все меньше и меньше а зарабатывать все больше и больше понимаешь вот такая вот история И именно пока я лежал на смертном адре, я думал, и я нашел этот вариант, что надо создать источники пассивного дохода. Я посмотрел, пассивный доход – это доход от акций. Акции дают повышенную доходность, потому что сейчас депозиты, например, дают доходность 5-6%, это ниже инфляции, а акции за прошлый год дали 40%. Я прикинул. Так, видишь табличку, да? О, да, вижу хорошо табличку. И два графика вижу. Да, да, да. Смотри, я прикинул, что если я положу вот эти 100 тысяч, скажем, на счет, и мне будет сколько-то лет, то и доходность от этого вложения будет 18%. 18, не 30, и не 30 в месяц, а 18 в год, понимаешь? То есть я тебе еще раз говорю. Это вполне реальная доходность. В прошлом году 40% было, понимаешь, на акциях, а здесь 18%. Ну, я хочу сказать, что давай мы рассматриваем доходность без учета инфляции. То есть здесь уже инфляция учтена. То есть если у нас инфляция была за прошлый год 6%, то, значит, доходность 40%, это значит 40-6, значит 34%. Здесь можно вписать вот так вот. Понимаешь, да? То есть эта табличка уже учитывает инфляцию, которая официально. Потому что, да, все говорят, вот, ты инфляцию, так сказать, инфляция все съест, инфляция у нас учтена здесь, уже все, нет инфляции. Вот. Смотри, 100 тысяч положили, и у нас по-прежнему, значит, есть доход, мы его не изымаем, да? Вот, мы его не изымаем, и смотри, что получается. Ну, если 18% годовых, то 18 тысяч за год у нас доходность. Что такое 18 тысяч? Да ничего, правильно? Мы их оставляем там же. В акциях мы ничего не продаем, вообще ничего не делаем. То есть мы 100 тысяч вложили, и все. И смотри, что... Да, понятно. Смотри. То есть единоразово вложил 100 тысяч рублей, да, получается? Тебе сколько лет сейчас? 36 вот исполнилось относительно недавно. Смотри, вот видишь, белая клеточка, это значит, эту вечеречку можно менять. Видишь, да? Да, вижу. 36 лет ставим сюда. Опа, все цифры 36, 37. Ой, как интересно. И поэтому, смотри, а здесь вот количество оборотов. Теперь мы знаем, что у тебя будет, я тебе могу сказать, при такой вот доходности, ну, сначала 18%, потом тут 15% стоит, да, у тебя будет через... Когда тебе будет 55 лет, эти 100 тысяч превратятся в 2 миллиона 262 тысячи. Интересно, как работает. То есть сами по себе деньги работают и превращаются, получается, в 2 миллиона. Конечно, ты один раз вложил 100 тысяч, у тебя к 55 годам уже такой вот капитал. Ну, это и логично, они же работают в каких-то бизнесах, да, и как бы это материальные такие... Нет, ну, как бы акции, это бизнес, конечно. Вот, и смотри, доход в месяц от этого, твоя пенсия, грубо говоря, 24 тысячи. А как доход в месяц рассчитывается? А вот посмотри, как доход в месяц рассчитывается. Смотри, доход у тебя вот здесь был 1 миллион 967 предыдущий год, да? Да. С этого 1 миллиона 967, вот 15%, 15 здесь процентов уже, это будет 290, ты можешь посчитать вот это, вот эта ячейка умножить вот на эту, это значит 295 тысяч 099 рублей, ты можешь это проверить. Вот, и я вот эту ячейку, вот эту ячейку, я беру вот здесь вот и делю на 12. Вот, видишь, Е22 делю на 12, ну, что тебе эти детали? Ну, вот так. Делю на 12 получается... Так, мне интересно очень. То есть, получается, если как я понял, что после, ну, через где-то получается 55 минус 36, через 14 лет я перестаю реинвестировать доход и просто его делю на 12, вывожу ежемесячно. Правильно я понял? Нет, ты начинаешь выводить вот здесь. Ну, нет, вот как бы смотри, смотри, как получается. Вот здесь мы, вот в этом столбце, сколько мы добавляем в год. На самом деле я тебе что хочу сказать? Смотри, вот она вот эта кривая, как тебе растут деньги. Твои деньги растут. Видишь, они вначале растут очень-очень медленно, да? Ты видишь это? Да, вижу. А потом они растут быстрее, 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 быстрее. И, значит, эта формула называется экспонента. Так? Да. Это я забыл, что такое экспонента, но выглядит красиво. Вот этот вот хвостик нас больше всего и волнует, потому что он медленный. Хочется его ускорить, правильно? Конечно, хочется. Поэтому, поэтому пока мы работаем, мы начинаем откладывать по, ну, я прикидываю, по 5 тысяч в месяц. Так? Можно откладывать? Можно. Это 60 в год получается. 60 в год, правильно, совершенно. Вот и пишем. 60 в год мы откладываем. Вот сюда отпишем. 60 в год. И табличка у нас уже, когда нам 50... 60 надо тысяч, а то 60 рублей у нас получили. Да, да, 60 тысяч, конечно. Блин, ты наблюдательный вообще. Молодец. Вот, и смотри. Деньги счет любят, конечно. Смотри, когда тебе 55 лет, у тебя уже будет не 24 тысячи 500, а 37 тысяч, правильно? Красиво, так. Каждый месяц. А мы в год, сколько мы будем? Ну, скажем, 10 лет кладем. Вот, 10 лет. Опа. И когда тебе 55 лет, да у тебя уже 91 тысяча в месяц. Вот как это работает. Да, а теперь смотри вот сюда. Это сложные проценты, те же самые. И смотри, вот, и кривая, ты видишь, она, так сказать, не изменилась, только она выше стала. Вот, то есть мы ускоряемся. То есть мы положили вначале побольше. То есть самое главное вначале здесь побольше вкладывать, побольше вкладывать. А вот здесь вот, например, можно уже и 30 вкладывать, например, да? Вот, 30 тысяч. То есть вот такая вот табличка, то есть каждый ее может сам просто для себя сделать и вообще без проблем. То есть ты сам можешь себе такую табличку нарисовать, понял? Вот. А как мне такую табличку взять, нарисовать? Ну, ты же знаешь Excel? Ну, конечно, знаю. Ну, берешь и делаешь. Если не хочешь делать, ты можешь у меня ее, так сказать, как бы, я тебе могу сказать. Поделишься? Поделишься. Ну, я же, так сказать, работал, ну, так сказать, я заслужил хотя бы 200 рублей. Ты мне дашь? Ну, 200 дам, конечно, ради такого дела. Сколько мне нужно будет? Ссылочка будет прямо вот под этим видео. Я тебе скину, пожалуйста. Получать это нужно будет мне, чтобы получить 109 тысяч в пенсию, можно и 200 вложить, я считаю. Ну, зато уверенно буду знать, что это табличка работает. Если вот каждый может себе свой возраст вот сюда поставить, в белую клеточку поставить возраст, вот здесь доходность. Теперь смотри, ну, доходность, вот, здесь это теоретическая доходность. Ну, прошлый год, например, был 40 процентов. Ставим 40. У тебя уже 117. Нет, сколько там? 102, не будем врать. 102 тысячи, понимаешь? То есть, как бы, ну, вот здесь доходность реально, там, скажем, здесь 30. Да, вот год прошел, ты ставишь реальную доходность сюда. Вот и все. Смотри, что получается. Смотри, какая идея. А идея следующая. Вначале мы вкладываем для того, чтобы ускориться. Чем больше, тем лучше. Понимаешь? Конечно. А потом, с какого-то определенного времени. Смотри, ну, ты устаешь работать. Ты устаешь, ты думаешь, блин, ну, хватит, у меня уже вот, ну, там, сказать, вот 9 миллионов у меня уже есть, да? Мне 55 лет, у меня есть 9 миллионов, которые приносят 100 тысяч. А давай-ка я буду брать отсюда по, скажем, 50 тысяч в месяц. И 100 тысяч я половину буду забирать. Понимаешь? Так. Смотри, вот я беру вот эту вот ячейку, смотри. Вот эта вот ячейка, я, ну, короче говоря, вот это доход за год делим на 12, делим пополам. Ровно половину дохода я забираю. Половину дохода. Вот, смотри, я продолжаю ее вот сюда. Вот, когда у нас там 109 тысяч, вот мы берем половину, забираем. И что у нас происходит здесь? Вот, короче говоря, смотри, вот здесь вот мы вкладывали. Ну, ты можешь просто сам, ну, как бы вкладывать, здесь смотреть, там, тут ты 60 тысяч получилось, здесь больше получилось, здесь меньше получилось. То есть здесь реальные цифры, а это вот как бы, ну, прогноз, понимаешь? Вот, ты прогнозируешь свое будущее, когда, к какому моменту ты хочешь уйти на пенсию. Вот такая вот табличка я составил. Понимаешь? И вот смотри, вот тут ты 92 тысячи, а дальше у тебя 100 тысяч в месяц, а ты решил 50 тысяч изъять вот отсюда. Вот, ты изымаешь отсюда 657 тысяч, а денег у тебя становится только больше. А в следующем... А как так получается? Вот 657 тысяч, это тратить в месяц, то есть я уже хочу по 50 тысяч в месяц получать, правильно? Да, ты забираешь отсюда по 50 тысяч в месяц, а денег у тебя только больше становится. И у тебя все равно, твои доходы растут и дальше, дальше ты можешь и по 60 тысяч вкладывать. Вот сколько ты в месяц забираешь. Здесь по 54 тысячи в месяц, здесь 50 тысяч, здесь 53, 57, 60, а вот здесь уже 102 тысячи в месяц ты забираешь, и это только половина от того, что ты заработал. То есть деньги, они начинают работать независимо от того... То есть ты не работаешь. Ты не работаешь. Сколько я забираю и вывожу денег? Нет, зависит, конечно. Просто ты забираешь половину того дохода, который приносит акции. И всего-то начало было положено со 100 тысяч рублей. Но на самом деле ты по 5 тысяч в месяц потом откладываешь еще. Ну да, потом по 5 тысяч. Но это незначительно и незаметно же получается. Это больше того, я тебе скажу. Это когда ты начинаешь этим заниматься, то у тебя это входит в привычку. Ты получаешь свои деньги, и первое, что ты делаешь, ты говоришь, я должен позаботиться о себе, о том, который я буду в будущем, через сколько-то лет. И ты просто берешь, ты получил свои деньги, 5 тысяч положил на счет. Дальше ты можешь тратить, как обычно. У тебя это несущественно понизит твой уровень. И чем раньше ты начнешь это, ты видишь, да, чем раньше ты начнешь, это тоже таблица сложных процентов, только с пополнением вот это вот. Пожалуйста, и все. Ты можешь поделиться со своими друзьями, например, этой табличкой, объяснить им, сказать, что, слушай, ну вот такая табличка, вот я тут скачал, Юра, посмотри, можешь сам посмотреть вот это видео, пожалуйста. И каждый человек может свои вот эти самые цифры сюда вставить, там сколько ему лет, понимаешь. И он сможет спроектировать, то есть это план, буквально пенсионный, как он будет зарабатывать. Не то, что даст государство, государство ни хрена не даст, то есть государство обеспечит какой-то, ну, на хлеб разве что. Ну, тысяч 10 может заплатить. Ну, это в текущих ценах, так сказать, уже чуть больше, потому что, когда я начинал табличку вести, там было и 6 тысяч, сейчас уже 10, там, ну, как бы это немножечко то повышается. Ну, у меня вот мама получает пенсию, просто я знаю 10 тысяч, поэтому. Ну, она хорошо получает, там, вот. Так что, ну, все по-разному, все по-разному на самом деле получают. Ну, вот это вот такая табличка, я просто, я смотрю, да, дело в том, что я, когда вот мне все это вдарило в голову, мне это было уже, извините, 40 с лишним лет, и я тут задумался об этом. И вот, когда 45 лет, да, например, да, то мне уже приходится, короче говоря, я очень много вкладываю сейчас. Это ты вкладываешь для того, чтобы, ну, вот, скомпенсировать количество лет, да? То есть, если бы я тоже... То есть, я слишком поздно начал, и поэтому приходится больше вкладывать. Лет 10 назад бы начал бы, это было бы вообще круто. То есть... Я думал об этом, но я просто анализировал, у меня как-то не получалось, что ли. Ну, короче говоря, чем раньше, чем лучше. Вот так. Я понял. Да, задним числом, как говорится, богат не будешь, это точно. Ну, да, ну, мне говорили об этом. Ты знаешь, вот у меня есть там один знакомый, да, вот Серега, например, да, он говорит, я занимаюсь бизнесом. И он все вкладывал в бизнес, вот по нашей схеме прямо все. Он торговал там пивом и так далее. Он там огромную фирму сделал. Он там 10 лет занимался этим пивом. И он постоянно накручивал, 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 накручивал обороты. Значит, потом у него стали большие обороты. Он уже не стал... Прямо вот чисто по нашей схеме. Он стал не влезать уже в городе. Он на оптовой базе торговал, там, так сказать, по-разному пытался. Потом в соседний город поехал. Там, значит, там снял огромный ангар. Ну, я тебе рассказываю просто. Это реальная жизнь. Снял огромный ангар, там, так сказать, однажды, короче говоря, просыпается. Ему звонят, говорят, слушай, ангар пустой. У него, значит, вывезли за одну ночь. Конкуренты, не конкуренты, я не знаю, там, то есть полностью грузовиками, то есть несколько Камазов, представляешь, да, продукции вывезли. Ну, больше, чем на миллион долларов, короче говоря. Какой ужас. А миллион долларов, это 60 миллионов, ты понимаешь? А мы вот здесь вот, мы здесь вот там 10 миллионов пытаемся накопить, а у него 60 миллионов. То есть он вот так вот накручивал бизнес, да? А у бизнеса это огромные риски. И раз вот. И все было вложено в оборот, да, получается? Конечно, все вложено в оборот. И вот просто простой, ну, как бы бизнес, это такое дело, вот взяли и за один день вывезли. Конкуренты, вот, и, значит, естественно, там, так сказать, сторож был, сторож проспал, ничего не видел. Естественно, полиция, естественно, ничего не знаем. То есть, короче говоря, ну, все там куплено, понимаешь? Вот, и все. А Серега, ну, что? А Серега начал работать по другой стезе и заработал еще миллион, и у него тоже отобрали еще миллион. И сейчас он снова пытается что-то заработать. Вот такое дело с бизнесом. Я говорю, слушай, Серега, ну, если бы ты хотя бы 100 тысяч долларов вот эти отложил, одну десятую часть, то, как бы, у тебя все было бы, понимаешь? Многие предприниматели такую ошибку совершают. Да что говорить про предпринимателей? Каждый человек все, что пришло, то и потратил. Короче говоря, вот надо поставить вот такую цель, понимаешь? Вот такую цель и заниматься бизнесом. Когда ты занимаешься бизнесом, откладывай, ну, там, хотя бы десятую часть своих доходов вот сюда, в эти накопления, это в акции, и все у тебя будет. А насчет того, что заработать на бирже, значит, бешеные деньги, ну, наверное, это все-таки нереально. Надо заниматься бизнесом, о котором мы поговорим в следующий раз. И у меня есть идея уже, как бы, как это сделать. Окей? Окей. Ты знаешь, вот ты рассказал про эту табличку, и я, мне кажется, я стал лучше тебя понимать, потому что я все думаю, когда же Демитков поедет отдыхать и станет тревел-блогером. И теперь я понял, что есть великий план, и задача выйти по этому великому плану, наверное, какая-то есть. И только после этого будет такое путешествие, мы тебя увидим в разных странах, несмотря на пандемию, потому что все равно люди ездят, катаются по миру. В разных странах я уже бывал много раз. В разные страны я поеду буквально через две недели. Это будут, ну, как бы, не такие далекие страны. Я там уже был, мне там очень нравится. Это будет Грузия и Турция, судя по всему. На машине. Ой, отличный стран. Да, с семьей. Пока где-то, ну, пока в течение месяца, потому что сын еще учится, а дочери надо тоже учиться. Она, скорее всего, то ли из Стамбула, то ли из Анталии полетит к себе в Прагу. Вот. Ну, а мы поедем назад. Ну, интернет нам поможет, если какие-то вопросы возникнут. Можно созвониться. Интернет будет. Будет, я буду и на связи регулярно, ну, может быть, не настолько регулярно, потому что, ну, я фанат путешествий, я фанат пеших походов. Это будет, ну, скорее всего, там, Ликийская тропа какая-нибудь. Я хочу, наконец-то, на воздушном шаре взлететь. Там есть и в Каппадокии у меня. Как бы, ну, а насчет пассивного дохода, он у меня уже есть, если честно. И у меня пассивный доход сейчас, ну, примерно вот такой. Где-то в 200 тысяч, да, получается пассивный доход? Ну, для многих это очень серьезно. То есть цифра, и к ней нужно идти-идти долгие годы, и прямо это крутой результат. Ты знаешь, когда-то я решил построить себе такую цель, когда-то я себе поставил такую цель, и я к ней шел, и я к ней шел именно вот, ну, разными путями, то есть, как бы, множественные источники дохода и так далее я строил. И на самом деле, на самом деле, пассивный доход пришел из неожиданной области. С неожиданной стороны, я был сам удивлен. Я однажды вдруг обнаружил, что цель, ну, у меня была цель первоначальная 100 тысяч. И я так смотрю, слышно, а цель-то достигнута. Совершенно неожиданно, с неожиданной стороны. И оказалось, что для этого и не надо было вкладывать деньги. Ты понимаешь? Удивительно. Вот об этом я тебе расскажу в следующий раз. Заинтриговал, договорились. Сейчас мне надо ехать, извини. Давай, пока. Давай, до следующего раза. Там будет вообще интересно. Хорошо. Давай. Спасибо. Продолжение следует...